Немножко бесят сиплые голоса радиоведущих, ну или не сиплые голоса радиоведущих, которые рекламируют каждой девушке бесплатную бутылку шампанского, ты только прийди на дискотеку, а дальше мальчика ставят полторы тысячи рублей. Мы, честно говоря, немножко не для этого здесь сделали кафе Советский Союз, здесь все вообще по-честному. То есть, если вы приходите, вы слушаете только вашу музыку, для вас специально настраиваться, не обязательно сюда прийти тем, кто любит бум-бум-бум, бац-бац-бац, хотя и для этих тоже можно поработать и сделать кое-что веселенькое. В основном же, как бы, кто здесь ожидаемый? Да все те, у кого есть, ну там, 300 рублей для желающих получить максимальное удовольствие, потому что за 300 рублей здесь реально можно весело посидеть и хорошо отдохнуть, потанцевать. И как кафе работает, и где оно находится? Польский городок. Ну, ездите в сторону цеха покрытия на Северный Переход, торговый центр «Семья» или пересечение с улицы Бехтерева, она вниз уходит туда-сюда. Все, выходите, конечно, мы не стали вывеску вешать снаружи, ее достаточно и внутри, хотя потом повесим, большой такой бар, потому что исключительно уважаем российские законы. И не будем там показывать вам, что вот здесь разливное пиво. Это неправильно, это вообще запрещено. Здесь просто хорошее кафе, Советский Союз. Дело было, по-моему, в 40-х годах прошлого столетия. Два приятеля организовали сеть «Макдональдс». Для начала это был большой ресторан, где готовили много чего, но потом, наступив неоднократно на грабли, братья поняли, что надо делать немного, но качественно. И поэтому я за «Макдональдсом», ну, как говорится, обеими руками. Потому что, в отличие от, ну, не буду говорить, какое количество мужиков, я готовлю все дома. Борщи, рассольники, солянки, шашлыки, мясо тушу, котлеты делаю, пельмени леплю. Ребята, не будьте, извините, лохами. Ну, невозможно приготовить ни борщ, ни рассольник, ни солянку, ни за 30 минут, ни за час, да и за два не приготовить. То есть, вы имеете дело с бульонами, в которые потом в спешном порядке добрасывается всякая ерунда. Если вы хотите фастфуд, ну, в смысле, быстро покушать, то не выход, друзья, не выход. Те столовые, которые есть, это тоже не выход. Ну, потому что, когда в большом количестве готовится, то готовится, ну, не очень вкусно. И вся Америка так их готовит. То есть, есть определенные дежурные блюда. Другой вопрос, какие блюда держать в меню. Я выбрал все-таки нормальную самсу свою любимую. Вот. Можно пельмешки покушать. Все это можно здесь покушать в Советском Союзе. Вот. Почему самса? Да потому что, в отличие от самсы, которые вам кулинарии делают, этот повар стажировался, точнее, долгое время жил в Киргизии. И да и знает, что вот так она должна выглядеть, самса. Булка с настоящим мясом по цене Big Mac. У меня тут девушки просились. Вот. Говорят. Ммм. Димочка. Что там будет много лука. Извините. В этой самсе лука нет. Этой самсой наедается больше, чем в Макдональдс. Ммм. И с этой самсой здесь можно, знаете, чириллс? Ммм. Точно хотите узнать? Сейчас узнаете. Сейчас покатит. Только для начала. Вот. Засмотрев сюжет, ходите в интернет, убейте мою чудную фамилию. Куски мяса, не фарш. Причем, ни о какой сменении. Естественно, здесь речи нет. Здесь там терякина и баранина. Пробуйте настоящую мусульманскую самсу. Ну, ладно. Так, про интернет-то. Ютуб. Да ладно, можно и без ютуба. По фамилии найдете. Комбинацию. Черекин, кафе, Советский Союз. Понятно, да? Что такое Советский Союз? Не всякое левро-шмевро. Настоящие флаги времен того государства, которое я помню с удовольствием. Ну вот. Пошли. Ммм. И увидели. Хоба-цах. Хоба-цах. Вы вообще, если что, это никакая не реклама алкоголя там и ни о чем. Это то, как я вечер провожу здесь. То, что мне здесь нравится. Ни шума, ни гамма. Кстати, в Советском Союзе водку не продают. Зато здесь есть магазин «Семья» прямо за углом. Ну, если здесь скромную арендную плату, вы покупаете, да хоть виски жрите, пожалуйста. Я сегодня расскажу не только про свою замечательную самсу, а про то, как можно в меру употреблять и потом не болеть. Когда-то такое было, что лучшее кафе для меня было, это мой автомобиль. Теперь же, когда на химчисточке, Советский Союз есть. Ммм. Ммм. Беру самсу. Беру чекенгрончик. Вкуснейший. Ставим. Из последних замечаний скажу, что если мне употреблять больше чекушки, то с вашим организмом ничего не станет. Ну, то есть, это в среднем где-то 5 дринков, которые положено употреблять взрослому человеку. Для того, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В два раза, кстати. Ну, и вообще. А больше не надо. Потому что после этого, если вы еще фирменного Верхневральского пивка выпьете, то ерушечка не будет. Я уж с вашего позволения, да? Приходится немножко ускориться. Потому что я люблю вот так сейчас делать. Самса здесь дает еще вам бульончик. Когда-то такой бульончик давали чебуречки. Но сейчас чебуречки, это песец всему. Вот так бульончиком закинуться. Давай просто самсе пройти. Ну все. Вместо бесконечного количества вот этих всяких магазинчиков, разбросанных по нашему городу, должны быть эти кафешки. Потому что в 90% случаев людям некогда и негде посидеть. Либо ресторан, они стоят очень дорого. А кафе, ну, такие самые дешевые, они уже закрыты. Вот. Вы обратите внимание, что Турция, что Египет, да везде по улицам одни ресторанчики. И все живут. Поэтому, ну, главное, цены держать. Ниже некуда. Стоимость, к примеру, самсы здесь всего 80 рублей. Мям-мям-мям-мям-мям. Пифка здесь. Ну, скажем так, в два раза дешевле, чем в ресторанах продается. Но какое пифо? Музыка бесплатно. Фот бесплатен. Гуляй. Где сколько угодно. Потому что, ну, нам не важно заработать деньги. Я вам еще раз повторяю. Это кафе не заточено на заработывание денег. Это кафе заточено на то, чтобы у вас была возможность ну, по крайней мере, не бухать в присутствии детей. Я вот этим не занимаюсь и вам не советую, честно говоря. Потому что нет хуже примера, чем папа, который кирогасит. Пришли спокойненько, посидели. Никто здесь морду не набьет. Кстати, есть тут другие перспективы. Я вот обратил внимание, что женщины становятся красивее после 30. Это к слову о том, что бегать за короткими юбками и отсутствием мозгов и не надо. Собрались, познакомились. Ну, дальше время провели. Ну, или не провели, не получилось. Что ж такого-то. Главное, как это посидеть. И вот так вот каждый день, каждый день, если что. Я обливаюсь, уедаюсь. У нас святительнейший самсой. Да вам бы так жить. А почему нет? Ты еще нет. Кстати, а давайте затеим такой интересный клуб. Раз уж я здесь, раз уж некоторая популярность у меня есть, то давайте собираться. Ну, почти каждый день. Я вам что-нибудь расскажу. Вы мне что-нибудь расскажете. Пусть последний раз гулю. После того, как завершился ваш чекин-дрончик, есть кафе Советский Союз, есть офигительное. Самое лучшее на свете верхнему райскому пиву. Вы думаете, что-то будет плохо? Нет. Сейчас покажу. Да кто сказал, что водку пивом не запивают? Это смотря каким пивом. Ну, такую водку, естественно. В далекие времена Советского Союза было такое правило. Человек и был рубль. Всего один. И человек хотел праздника. Вот он приходил в кафе или ресторан, их было не так уж и много, в Магнитогорске особенно. И на рубль. Ему хватало 150 грамм водки, кружки пива хорошего. И середочки с зеленым горошком. Хорошо. После этого человек был в меру веселым и мог идти домой. На следующее утро спокойно идем на работу. Но если там друзья приходили, то еще 3 рублей хватало, чтобы вообще погулять очень хорошо. В кафе Советский Союз все то же самое. Вот. Ну, если брать рубль и 100 рублей, это, конечно, не совсем правильно будет. Но с трешником сюда можно дать с 3-100 рублей. Лодочку вы себе возьмете сами, где хотите. Вот. А пиво, ну, я не знаю, на 300 рублей. А этот можно просто ухататься. Стоит ли этого делать? Нет. Вот вам мой рецепт каждого утреннего нормального управления автомобилем. 250 грамм, которые вы видели, потом 0,5. Исключительного, вкуснейшего и обалденнейшего баварского. Еще полторошечку себе домой. Под это дело я спокойно насыпаю. Где-то в 3 часа ночи от полторушки остается 0,5. Я еще выпиваю и дальше спокойно. 9 часов тут резко огурочек. Ни один датчик ничего не показывает, потому что в этом пиве нету ничего ненатурального никакого димедрола. Никакого ощущения того, что вы должны свалиться. Мало того, я вам голову на течение дам. Редкий человек может выпить больше полторушки. Ну просто это невозможно. То есть нету такого какого-то не знаю там что там добавляют. Но когда человек может залить себе 10 литров пива, я считаю, что это абсолютно ненормально. Две кружки и здесь с верхнеуральского пива, да вообще везде, где продают настоящее верхнеуральское пиво, ну уже такой веселенький, немного такой засыпающий. Еще 0,5 и достаточно. Вот оно и вернулось в то время. Вот оно вернулся в Советский Союз. За халяву, за копейки, за бесплатно практически. Но самое главное вернулось в верхнеуральское. Обалденнейшее пиво. Мы раньше вам его не показывали. Знаете почему? Потому что кафе Советский Союз существует 4 месяца с мая. Вот. И только я соберусь сделать очередную такую вот зарисовочку, да, про то, как нам здесь хорошо вместе вернировать пиво. То пиво закончится, то рыбка закончится. Вот. И как-то все так получается, что заканчивается. Вот. Но теперь мы ставим усиленную гвардию по разливу пива. Вот. И в завершении я скажу. По сути-то, ребята, мне абсолютно фиолетово. Чем вы будете травиться? Те две тысячи клиентов, которые будут пить исключительнейшие и единственное пиво города Магнитогорска, мы наберем. Здесь еще не было такого, чтобы люди не пришли и не порадовались и не отдохнули. Потому что для каждого человека делается индивидуальная подборка. Хотите стиль 80-х, хотите 90-х, хотите западный, хотите хаус, хотите транс, хотите там, что там еще? Там много чего есть. Все здесь есть. Потому что супер-подборка и скоро сюда приедет мега-диджей из Самары очень мечтает посмотреть на вот это замечательное заведение. Понять, как можно работать в том месте, где мест для отдыха то и нету. А место для отдыха для каждого, для тех, кому 60, 50, 40, 30 есть. Потому что вам не хватает этого. Лето прошло, город Магнитогорск из Тюленегорска наконец-таки возвращается в нормальное русло, а погулять то и негде. А вот здесь 6 часов и до последнего клиента мы рулим. Это очень хорошо, что появилось такое место, честное место.